добрый день татьяна добрый день уважаемые коллеги очень рад вас видеть сегодня благодарен всем кто пришел сегодня я хотел бы представить наш новый проект центра инклюзивного образования глаголица довольно большой труд объемлющий можно сказать несколько лет и несколько наших команд но как всегда я бы хотел воспользоваться возможностью не просто там продемонстрировать презентацию а поразмышлять с точки зрения информационно-философских соображений интересные аспекты которые вообще дает и открывает здесь инклюзия с точки зрения информации и информационных аспектов ну я совсем никакой специалист в инклюзии так что прошу строго здесь не судить этот взгляд со стороны и конечно тут будут непрофессиональные суждения скорее такие не философские чем вот педагогические с точки зрения коррекционные и тем не менее вот мне кажется поделиться с этим и поразмышлять стоит всем и и для начала я хотел бы вообще погрузиться в ту специфику с которой имеет инклюзия то пограничность состояния который позволяет нам взглянуть и на себя с некоторой другой стороны но вы знаете все о философии эссенциализма одним из основных принципов который был изучение пограничных ситуаций человека вот в этих пограничных ситуациях раскрывается некая сущность и вот инклюзия это одна из ключевых таких пограничности которых мы с вами в принципе не находимся но мы рядом и мы понимаем о чем идет речь и что происходит вот в этой ситуации и я хотел бы здесь начать вообще с такой с такого аспекта состояния сознание жизни слепо глухонемого человека вот это самый что ни на есть пограничные ситуации когда человек тот кто имеет право на личность на человеческое бытие на человечность по сути дела отрезается от внешнего мира все наши основные контакты здесь перестают существовать кроме вот совершенно тонких ниточек которые связывают человека с нами с внешним миром этим феноменом как раз силу этой пограничности он притягивал себе внимание философов и в частности такого вот выдающегося нашего советского философа эльвара ильенкова и вот он работая со слепо глухонемыми писал случается что в руки воспитателя попадает существо по всем биологическим показателям принадлежащие к виду homo sapiens но не обнаруживающие признаков человеческой психики не речи не мышление не сознание не даже примитивных проявлений целенаправленной деятельности такое существо растет увеличивается в размерах однако психическое развитие так и не начинается непосредственная причина этого явления слепо глухота то есть одновременное отсутствие зрения и слух получена ли она от рождения или обретена в раннем детстве в результате болезни несчастного случая это дело не меняет ибо при рано наступившей слепо глухоте очень быстро деградирует и атрофируется все те намеки на человеческую психику которые едва успели возникнуть до этой беды и ребенок становится подобным некому человекообразному растению чем-то вроде фикуса который живет лишь до тех пор пока его не забыли полить вот такая вот ужасающая ситуация до которую можно охарактеризовать как полная тьма полная одну мысль мы это себе можем легко представить и вот если эта тьма не имеет выхода то она действительно это полная тьма и для человеческой психики с виду это может быть совершенно здоровый человек и очень симпатичный и при этом он становится абсолютно растением у него даже не возникает психики это с одной стороны а с другой стороны мы увидим этот человек который имеет все весь по полный потенциал интеллекта и личности и он эту весь свой потенциал способен реализовать вполне но сейчас будет об этом на речи вот перед вами портреты лен келлер очень симпатичной девушки и очень известной в мире слепо глухонемой которая стала предметом педагогического эксперимента удачно окончився а почему я к нему обратился прежде всего связи с исследованиями кассирера эрнста кассирера выдающегося немецкого философа неокантианс который на этом примере исследовал эволюцию движения сознания и познания от примитивных состояний к символическому мышлению его работа называется философии символический форм один из самых таких основополагающих трудов философских по этой теме и вот в частности там где он остановился собственно пункта этот пограничный где заканчивается животное и где начинается человек и она начинается в различии между эмоциональным языком и символическим языком эмоциональный язык мы понимаем с вами что это такое это вот наши аффективные реакции на что-то и этот язык общ нам с животными вы все там и по кошкам по собакам имели с ним дело и знаете что здесь возникает понимание что даже животные способны нас понять и понимают друг друга вот этим эмоциональным достаточно богатым языком а вот дальше у животных речь дело не идет все там границы интеллекта и дальше начинается вот собственно человеческое в человеке и кассира обращается здесь двум на тот момент известным кейсом людям лора бриджмен и эллен келлер это слепо глухонемые дети вот эллен келлер в частность абсолютно лишенная связи внешне внешнего мира кроме возможности прикасания осязательных впечатлений но на тот момент это начало двадцатого века уже существовали методики у нее там был преподаватель который вел с ней обучение возможность работы с некой азбукой для слепо глухонемых то есть там предметная азбука так скажем и вот он описывает как происходила эта работа в общем путем осязания чисто механически и приучение к различным впечатлениям до чему мы с вами может прикасаться в общем до какого-то момента вот этот человек или скажем еще животные даже растения как и ленка говорил практически ничего не мог различать воспринимать это шло чисто чисто механическое такое вот овладение различными данными и в один момент произошел инсайт и в случае у целен это было связывание впечатление от воды которая там текла в кране и ключевой воды с которой они на прогулке там познакомились вот и вот в этом инсайте она поняла что это единое что вот совершенно разные впечатления осязательные впечатления от воды там и воды здесь это означает некое единый предмет и соответственно единый символ и вот она смогла связать это чисто в своем сознании не представляя как она выглядит что она собой представляет путем символического воображения и вот как бы найдя такую точку опоры сам подход она начала открывать вот эти связи одна за другим она начинала начала воспроизводить своем воображении тот мир катка каким его видим мы и постепенно она это сделала и более того ну научилась писать все всем остальным деятельность видим видами деятельности она стала писательницы основ она стала известным общественным деятелем марксисткой в общем прожила достаточно насыщенную жизнь и молодой человек был очень все было и вот это тот случай когда который отмечает кассиры путем символического воображения человек не имея связи с этим миром смог воссоздать его в своем сознании и получить сполна все что и мы имеем от нашего интеллекта этот механизм он назвал освобождением освобождением от привязки к эмоциональному языку то есть тем данным чувственным которым мы прикасаемся к этому миру и раскрытие мира символического и вот в этом движении освобождение вот эти слепо глухонемы это уже иллюстрирует совсем другую ситуацию свет во тьме есть и такая потенция несмотря на тьму получить полный свет благодаря знаку идеации то есть идея идеальным символический символическим движением работой воссоздать всю эту реальность и полностью полной интеллектуальной жизнью жить в ней это уже совсем другой предел я бы обратился здесь иллюстрации данте в божественной комедии кто помнит чем закончилось движение души по семи кругам ада и к чему в конце концов она пришла но для тех кто не помнит она пришла в рай именно туда куда идут все души в конце концов приходит в область чистой интеллигенции где прекращается всякое движение где прекращается всякое различие а сознанию душе открывается цвет вечный свет абсолютная гармония счастье там уже нету оттенков это такая чистая радость вот можно сказать вот когда открывается свет во тьме вот он свет разума он есть то что описывал данте в своем некотором пределе вот но это два предела а мы как раз займемся вот том что на этом вот в этом пограничном состоянии и одно из ключевых вещей которые здесь имеют значение тот язык которым они общаются и вообще через язык мы с вами поймем их проблемы и их капиталы брайль язык особого рода язык особого народа живущего во тьме и в тишине но главное это другой язык другой способ написания но мир в котором они живут тот же что и наш и они конечно те же люди что и мы это важно помочь для того чтобы им помогать и из этого вытекает ключевое 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 следствие которое мы и будем всемирно здесь акцентировать нашу сегодняшней встрече то что чтение и письмо для лица с ограниченным возможностями здоровья это путь к открытию нашего духовного и культурного мира вот потому что это есть вот этот путь в символический мир там где господствует цвет разума и мы снова окунемся с вами в науку о языках в этот безмерный мир который для философов является начиная с двадцатого века вообще основной а катакултором они говорят и здесь вопрос ключевой такой существует то собственно один язык или много языков вот о чем имел что имел ввиду апостол павел когда говорил писал я них и начали говорить на на иных языках как дух давал им вещать о способности вообще переключаться на любые языки которые до сих пор даже не имел дело и вот начнем с самого начала с того что язык это медиум нашего сообщения с окружающим миром и конечно вот в этом случае опять язык это ключевое что мы должны иметь ввиду ну и в области нашего сознания мы имеем известную традиционную лесенку как она сознание психика наша движется от восприятия к чувству и чувственным данным эмоциям от него понятием и уже к пространству языка который все это скрепляет обобщает превращает нас в интеллигенцию любой человек имеющий интеллект способен способен построить этот мост от чувственных данных до языка и что важно вот в этом на этом мосту происходит движение от видимого и видимым где-то начинает уже порог сознания где совершенно не нужно чувственных данных и даже они мешают и начинается уже движение как христа по воде от по невидимому движение от чувственно воспринимаемые реальности к символической который уже никакой опоры не имеет и наоборот не нуждается в ней требуется освобождение от этой чувственной опоры вот это собственно дает нам язык без него такого моста мы не построим ну а сколько имеется языков любая любой способ как-то обозначать символические понятия порождает собой языки то есть разнообразие знаков и как каждый из нас знает способов создавать языки бесконечно ну можно палочками обращаться можно руками можно буквами можно звуковыми словами общем всем на самом деле все способы выражения которые существуют человек способен из них создать языки потому что он уже творит из них инструменты но более того даже вот наш речевой язык и национальный язык показывает что любое отклонение специфики произношения звуков спит специфики понятийного содержания порождается совершенно разные языки и вот вот эта специфика то есть языковая комбинаторика она бесконечна если взять даже наши буквы нашего алфавита уже как математическая комбинаторика составляет там огромные порядки ну а если взять комбинаторика всех остальных звуков и мне то счета ну и соответственно это порождает то что язык каждого народа иной вавилонское столпотворение там где слепой глухого не поймет и вот этот вот образ метафора разговоре слепого глухого она очень интересна в нашем случае она как раз обозначает тот пограничный ситуацию о том что язык слепого язык глухого это абсолютно разные языки с другой это вот с одной стороны тоже давно и в науке и всем нашем опыте ведется речь о том что язык это нечто единое науке это выразилось в учении теории мета языка и здесь есть несколько интересных подходов но один из таких наиболее фундаментальных и интересных это феноменология эдмунда гусарля о мета языке как совокупности чистых смыслов как том источники из которого берут формы наши живые разговорные языки жизненный мир до мир повседневности мир коммуникативный мир которым вот эти все языки укоренены другой совершенно противопад другой подход в учении о мета языке математическом логическом мета язык как источник описания других языков в том числе искусственных языков разработан венском школе венской школе тарским карнепом это тоже такой очень понятный подход что любой язык особенно создаваемый он должен получить описание в неком языке высшего уровня более первого порядка там задаются понятия значения правила и мы можем так создавать сколько угодно языков если из исходя из этого мета языка то есть у любого языка есть какой-то предтеча язык первого уровня на основе которого он создан и тут тоже можно сказать что это могут быть там языки жестов какие-то животные эмоциональные языки и так далее вот то есть собственно мета язык это некая такая вот не всегда определяемая не всегда имеющий форму совокупность психической жизни из которой все формируется уже наши конкретные реальные языки вот вот это учение имеет тоже такое противопоставление в тезисе людвига венгенштейна о том что это невозможно что смысл всегда имеет форму и эта форма может быть только языковой нет смысла в ней вне языка и как говорил вид генштейн о чем невозможно говорить о том невозможно думать то есть мы имеем только те языки которые имеем никакой там другой которым еще нет формулировок мы просто не можем думать даже о нем о нем можно только молчать вот это интересные такие философские пассажи в рамках которых мы движемся и тем не менее мы можем здесь сделать один важный тезис о том что языки переводимы друг друга следовательно это не просто вавилонское многообразие языков некая единая область ну а теперь следующая проблема которые две даже проблемы которые имеет место в нашем анализе инклюзии о проблеме приема перри информации и передачи здесь мы обратимся к теории информации шинана о том что человека можно рассматривать как информационный приемник и передачи это тоже не пройдешь он должен принять информацию а потом ее передать и принимает информацию он как раз через чувственные данные через те медиумы о которых мы с вами всегда говорим ключевые медиумы для человека зрения визуальной информации слух а акустическое осязание вот три медиума коммуникации через которых передаются языковые код и то есть через звук через визуальные знаки и через прикасание через осязательные чувственные данные и конечно ясно что вот инклюзии имеется проблемы дефицита вот этих вот данных не хватает или звука или визуальных данных и вот конечно большое чудо как ни странно осязание здесь служит палочкой выручай выручалочкой она меньше всего изменяет человеку вот и главная проблема инклюзии это недостаток данных и компенсации вот этих дефицитов но есть и другая совершенно проблема в инклюзии связаны уже с трудностями передачи информации потому что эти трудности столь же проблемны для коммуникации как и проблемы приема получения информации и при этом имеющие другую природу мы не можем говорить ушами там или излучать глазами опять-таки для коммуникации нам приходится включать речевой аппарат или другие механизмы то есть мы здесь в случае инклюзии имеем две важные симметричные стороны принимать информацию умение производить информацию что тоже очень важно производить коммуникацию умение читать но это также мало и требуется умение писать в том числе и нашим пациентам и вот не просто отсутствие чего-то мы даже простая простые дефекты производстве информации очень проблемны для наших для нашего общения вы можете все из жизни видеть что даже какая-то картавость или быстрая речь или отрывистая речь ну буквально с точки зрения инклюзии там совсем небольшие перебои они уже колоссально затрудняет наше повседневное общение ну а то что чему мы обращались не мой со зрячим не может общаться это мы с вами все пробовали на веселой игре крокодил пытаясь передать данные одним способом все это очень непросто ну и как вывод общем для коммуникации также важно уметь сообщать как уметь понимать это и причем это два асимметричных устройства тела которые совершенно разному принадлежат и при этом надо их сопрягать и все это инклюзия должна учитывать и здесь конечно огромную помощь приносит информационной технологии так скажем цифровой мир как и во многих других вещах и здесь переворачивает ситуацию и способен действительно палочку выручалочку протянуть лицам с ограниченными возможностями здоровья и мы знаем что если в теории параллельные прямые не пересекается то в жизни они обязательно пересекутся так и здесь но для начала вот исходя из прошлых соображений я хотел бы вот здесь вот отразить в схеме то что имел ввиду а связи языков друг с другом и здесь ну нашей коммуникации коммуникативной жизни мы имеем несколько уровней и несколько линий работа с языками но обычные наши наивные в которые мы рождаемся и умираем национальные языки их очень много мы их практически не воспринимаем так же как и дышим мы на них говорим и они являются почвой на которой происходит вся остальная работа вот на основе этих языков и способности их перевода для задачи понимания друг друга создают уже давно возникла идея синтетических языков которые позволяли между состояться международному общению вот создан специальный язык искусственный эсперанто вот это проект далеко не пошел сегодня это эту функцию исполняет английский язык как язык международного общения вот но был латинский язык в общем можно представить и другие варианты то есть язык который соединяет все языки между собой на основе перевода на один язык но этим не обязательно ограничиваться а существует много специальных языков которые имеют более специфичные задачи и создаются уже сугубо для прикладных целей искусственно это например один из первых язык морзе до совершенно особым способом сигнализации это вот и есть язык брайль это язык жестов которым пользуются немые вот еще один совершенно там слой языков ну и наконец искусственные языки языки программирования которые возникли математические языки в двадцатом веке которые позволяют программировать и вообще реформировать нашу жизнь все что мы имеем цифровом мире это результаты программирования языков тоже своего рода коммуникация вот и как вы видите вот этот вот языковой мир очень интересно так структурированный он объединяется и обобщается вот в этом глубинном мета языке который тоже как раз он всех нас объединяет позволяет нам помогать понимать друг друга и вот именно в рамках его в рамках его возможности структурных возможностей можно все это связывать и вообще вот так вот структурировать структурировать тот символический мир в котором мы живем и тем не менее вот для лица с ограниченными возможностями и прежде всего для слепых и для глухих существует такая ситуация жесткого дисконнекта люди те же интеллигенции как мы называем их но общается на совершенно разных языках и вот когда мы имеем дело с разными языками в этой ситуации люди ищут сопряженные языки вот те которые на моей схеме а технология сопряжения языков это перевод вот мы пока к этому феномену не подходили а именно он позволяет связывать один язык с другим что происходит происходит конвертация языка из одного кода а языке есть код в другой код и вот эти переходы одного кода в другой кода это и есть такое чудо рациональное и во многом цифровое понять это чудо позволяет философия языка структурализм где он раскрывается как система в своих вот этих законах и взаимосвязях смысле этих связей в понятиях формальных языков и вот в той возможности которая из этого вытекает как вычленение структуры языковой универсальной языковой структуры на которой можно насадить эсперанто или любой другой язык всеобщего понимания и вот структурализм и вся эта работа с языком двадцатого века она учит о том что чем более язык формализован тем легче и полнее он переводим это собственно и дает нам путь для инклюзии который намного облегчается с помощью IT технологий потому что именно они могут служить прекрасным переводчиком в том числе для лица с ограниченными возможностями здоровья но с другой стороны существует и трудности перевода который тоже хотелось бы здесь обозначить язык знаковая система что происходит при переводе при переводе знаку одной системы приводится в соответствии знак другой системе вот собственно что такое что такое перевод и переводчик он как бы понимает изнутри символический мир изнутри одной системы и он же понимает этот же символический знак с точки из фокуса другой языковой системы и способен вот эти вот аналогичные символы связать с друг другом и дать нам перевод нам которые могут только из фокуса одной системы работать и тем не менее все закон перевода все мы знаем что не все знаковые коммуникационные системы переводимы нет ни одной тождественной то есть ни одного языка ни один язык не тождественным другому и здесь несмотря на то что у нас есть потенциал прогресса и в частности его открывает искусственный интеллект как мастер трансформации кодов искусственный интеллект то есть вот эта вся программируемая машина она конечно очень легко не то что мы и быстро может работать с кодами и соответственно очень легко их трансформировать отсюда целое направление работы информационных технологий это возможность переводов сейчас развивается перевод система машинного перевода но это скажем так самая сложная система потому что они должны переводить переводить живые языки а вот системы перевода там формализованных языков это вообще все очень просто и даже такие вот вещи которые сегодня развиваются которые мы занимаемся будем обсуждать голосовая озвучка озвучивание голосом письменных текстов это тоже на самом деле для айти это некий перевод одного кода в другое вот то есть основную возможность который предоставляет цифровые цифровые инструменты искусственный интеллект это трансформация языков поэтому для наших людей с инклюзивом айти может предложить очень многое но здесь я подчеркиваю мы есть и другая истина она заключается в теореме гёделя о неполноте которая звучит так что не все теоремы в математической системе могут быть доказаны то есть не все формулы не все множество сосчитаны а переводе на наши человеческие философские не все языки переводимы и не все в языке переводимы каждый язык богаче чем его перевод это нужно тоже понимать мы никогда в переводе не получим того что было в исходнике и это имеет также и другую истину мы не можем познать лица с ограниченными возможностями их тайну их специфику то есть не можем понять прелесть их восприятия жизни глубину их собственного языка мы должны понимать их их самих их жизнь как людей с неким особым языком который нам к сожалению полностью никогда не будет понятен и соответственно у нас не должно быть цели все перевести и так сказать свысока обогатить их своим языком просто вот привести к одному знаменателю потому что они богаче нас тоже нам не все могут передать то что они могли бы передать вот вот такой вот взгляд чтобы здесь никакой ситуации свысока ни в коем случае не было со стороны зрячих и слышать а вот теперь я хотел бы немножко погрузиться в эту специфику этих языков и этой ситуации в которой оказываются незрячие и неслышащие ну начнем с незрячих у незрячих закрывается самый мощный информационный поток чувственных данных визуальный это конечно огромная потеря но они обладают важнейшим коммуникативным арсеналом голосом и слухом и поэтому у них нет проблем с тем чтобы понимать и говорить и в плане коммуникативного общежития конечно это огромное преимущество мы должны понимать что их язык иной и их языке вот он изображен там брайль да например как одна из средств коммуникации в их языке им неведом язык жестов язык живописи язык образов то есть вот тот эмоциональный язык с которого мы начинали во многом им закрыт соответственно им трудно доступны пространственные понятия образные понятия через это конечно передается очень-очень много соответственно им трудно осваиваем профессии зрительным контролем с руками там там где не все под твоей собственной властью эти люди хорошо ориентируются в пространство где способно достичь их тела и соответственно очень тяжело где тело заканчивается зато у них есть свои как правило мощные компенсаторные механизмы например сильная мощная память развитое абстрактное мышление и здесь мы имеем много таких случаев основная проблема символического мышления с которой мы имеем дело в случаях незрячих то что незрячему недоступен визуальный текст и это конечно с точки зрения передачи информации очень важно потому что это основной информационный медиум нашей цивилизации мы без текстов ничто мы тоже там своего рода движущие животные и наша задача соответственно в общении в работе с этим видом инклюзии предоставить им этот доступ и соответственно конвертировать их языки и соответственно вот эти виды конвертации которые мы можем предоставить их несколько шрифт брайля посредством осязания очень сложные но им действительно надо владеть образованному человеку инклюзии с инклюзией потому что даже если человек способен все слышать и даже говорить включение осязания и развитие через него своего мира воображения это конечно огромное обогащение поэтому вот второй вид о котором мы будем говорить аудиоозвучка перевод голосовую речь это сейчас такой магистральный путь все идут по нему но как вот справедливо говорят специалисты инклюзии это не должно так сказать лишать лишать и это не освобождает от работы с шрифтом брайля то есть с инструментарием осязания третий вид контрастное отображение страниц в интернет это уже просто для слабо видящих потому что их больше всех конечно ну и четвертая технологии это специальные текстовые текстово акустические форматы в частности международный формат дейзи голосовой текст с возможностью движения вперед назад с возможностью работы с текстом вот что может обеспечить айти совершенно на новом уровне ну и вы знаете в шрифте брайля тут вплоть до таких возможностей чтобы что может можно динамически и печатать шрифтом брайля и прочитывать его что очень расширяет возможно тем не менее что их брали это самый дорогой и такой много и много говорится им не сделаешь существует айти предоставляет и такие технологии которые сейчас уже позволяет акустически ориентироваться в пространстве приборы которые позволяют видеть слепому человеку насколько отдалены близлежащие предметы то есть вообще какое-то состояние ощущение присутствие в 3d вот это все очень здорово и тем не менее главное что технология которая принесла я считаю это освобождение приносит эта технология голосового распознавания текста и голосового синтезатора речи вот это и есть технология человеческого спасения и самое главное что стоит вот эта технология немного а дарит людям полноценную жизнь и счастье и вот о ней будет в дальнейшем больше всего у нас идти речь а пока другому состоянию глухие да без слуха то что это состояние не ущербно а совершенно там полноценно вам может сказать вот этот человек вы его узнаете Людвиг ван Бетховен который был в конце жизни вообще много лет глухой и это не мешало ему создавать симфонии и в частности великую оду к радости это вообще неповторимое по величию звучания по мощи которая источает это произведение звуковой мощи неповторимое произведение вот пожалуйста вам таланты слепых людей у не слышащих но зрячих есть доступ к наиболее мощному информационному медиуму зрительному развлечению и это так сказать в ассортименте наших чувственных данных 70 процентов чувственных данных это уже конечно огромное подспорье поэтому глухие глухонемы они во многом весьма полноценные живут своей жизнью своих комьюнити и их язык язык жестов во многом компенсирует недоступность языка звуков они способны читать и по лицу и вообще очень здорово работать с этой визуальной информацией их язык очень тоже интересное это иероглифический такой образный язык и конечно это совсем иной голосовой речи которая у них звучит там внутри но есть и особые проблемы их проблема граница доступа коммуникативному речевому общению то есть к понятиям которые возникли в горниле этого общения то есть предметные то что можно увидеть с пониманием этих вещей все обстоит просто и хорошо а вот что возникает в абстрактной плоскости что возникает внутри человеческих отношений как раз этот мост от невидимого это конечно проблема границы например понимание мифа вот как объяснить незрячему что такое бог так как вообще вот объяснять вот эти понятия абстрактные то есть вот граница доступа к невизуальным абстрактным понятиям к глаголам вообще к сложным понятийным производным соответственно к теориям тому что мы называем симуляками то что не имеет какой-то под к чему нельзя отослать вот это раз но во вторых язык жестов не может воспользоваться преимуществом письменной формы языка буквами это тоже сложность вот так членить аналитически передавать вот эти вещи разделять их аналитически это тоже такой уже инструментарий интеллект вот то есть язык вот жестовый жестового языка конечно его арсенал достаточно скупой и что важно язык язык жестов он динамичен а не статичен им им воспроизводится наша коммуникативная речь звуковая речь аналог речи а вот записывать его сохранять очень сложно ну и по сути дела вот мы видим что им объясняют в телевизионных передачах там жестами да это все можно в динамике понять а вот в статике можно объяснить снова только видео какими-то вот еще особенность что языки лицограничными возможностями здоровье привязаны к русскому языку как к своему мета языку да вот это надо было сказать что это не самостоятельные языки там как морзы да к универсальным понятиям а для каждого национального языка свой язык жестов язык брайля то есть они национальные языки под под языки такие подразделы вот ну и так сказать резюмируя главные проблемы главная задача русский жестовый язык как его называют он нуждается в школе помогающей освоить неповседневные то есть теоретические понятия и для этого и нужна школа чтобы вот на этом мостике от видимого к невидимому провести человека и для этого конечно нужны специальные занятия специальные пути и вот здесь вот я бы ну вообще с моей точки зрения во всяком случае вот я бы здесь фиксировал что с трансформацией письменных текстов языки визуального общения до сих пор не ставились как задача айти то здесь нет переводчика его время пришло и я думаю здесь есть большой потенциал и мы скажем что мы можем здесь предложить а пока как итог айти как задача смены ассистивных технологий как их называют как некая такая революция которая должна ну и проходит сегодня в наши дни и здесь я отметил что раньше традиционно мы помогали людям с ограниченными возможностями здоровья вот так по-человечески руками то есть по сути дела как инвалидам вот это по большому счету совершенно не требуется этим людям зачастую не требуется вот такой помощи как инвалидам что-то сделать за них что-то там принести нет с ними нужно просто заговорить на их языке с ними надо заговорить как полноценными людьми и просто помочь им общаться как полноценным людям соответственно давать работу как и любым другим любить их требовать от них в общем позволить им быть абсолютно обычными нормальными людьми со своим языком позволить им адаптироваться к нашему миру и это было бы гораздо более милосердно чем давать милостыню или там создавать инвалидную какую-то среду конечно остаются и инвалиды для которых но многие из этих инструментов из этих форм полезны большой сегмент например с ДЦП когда мы говорим инклюзии с опорниками но я о них не буду сегодня говорить и конечно надо не забывать что самые многочисленные это сегмент здоровых людей требующий коррекционной работы это и проблемы с логопедией с дефектологией с конечно неполным зрением и так далее тем не менее IT сфера это новая область жизнедеятельности и работы в которой проблемы ОВЗ трансформируется во многом смягчается и вообще коренным образом меняются и по сути дела мы можем говорить что благодаря цифровой среде вообще происходит смена жизненных условий и контекст и в частности удаленная работа и учеба вот это вообще суть этой революции это та возможность которая вообще снимает огромное число проблем с ОВЗ зачем человеку передвигаться вот всеми этими колясками всеми этими устройствами подниматься и чтобы прослушать лекции когда он может это сделать удаленно и вот в этой сфере открывается целое поле новых возможностей применения талантов дизайн научные исследования работа в колл-центре работа по обработке данных вот огромные сферы в которых ОВЗ абсолютно не уступят здоровым людям и полноценно реализуют свои таланты и для этого конечно требуется образование образование полноценное конкурентно способное со здоровыми людьми которым конечно все это получить намного легче второе направление вот эти вот принтеры брайля нового поколения и другие электронные тифлоустройства они тоже открывают очень много возможностей но здесь существует огромное но вообще вот это но для создания безбарьерной среды о ней много очень разговоров о безбарьерной среде но на нее тратится очень мало денег и соответственно все это остается экспериментальными всякими очень редкими принтеры пробрали и так далее очень редкими устройствами которых там одна штука на библиотеку для слепых и соответственно никому это не помогает ну и надо все-таки быть реалистами требуемых средств в стране просто нет но зато есть совершенно другие пути где действительно хватит средств и имеет смысл вложиться получив гораздо больше эффект вот в частности удаленное обучение имеет гораздо больший эффект чем создание во всех образовательных учреждениях механизмов физического доступа всех этих лифтов всех этих подъемов просто размер инвестиций не сопоставим тифлоплееры вот эти принтеры брайли это тоже по сути дела ненужные инвестиции в сравнении с IT инструментами синтеза речи а вот здесь как раз я и хотел бы ну я покажу какие огромные возможности этот синтез открывает и мы здесь имеем что сказать ну а тем не менее я вот теперь говоря вот об этих всяких о людях с ограниченными возможностями здоровья последнее что бы хотел сказать о наших обязанностях к ним и это главная обязанность доступ к образованию доступ к образованию это ключ полноценной жизни для этих людей людей и еще раз как бы настаиваю на том что для человека для его понятия человечности его прав человека да ключевое неотъемлемое право антологическая основа иметь возможность познания без познания мы не люди мы не интеллекты мы никто познания это фундаментальная потребность человека давать познавать познавать вместе это и значит впускать человека в наш мир сегодня я считаю это важнее чем накормить этого человека ему важнее быть человеком а вот не тем растением как ильенков говорил которые просто поливают и мы должны для себя понимать что ограничение возможностей здоровья это прежде всего ограничение возможности познания которые можно снять эти ограничения можно снять независимости от того какие ограничения имеет человек мы должны сделать все чтобы устранить и компенсировать эти ограничения это наш долг но это и наше взаимовыгодное приобретение потому что как я сказал тот мир который несут нам эти люди носители этих языков да эти народы даже там скажем он тоже очень богатый и он очень может много нам принести ну а последнее что надо здесь отметить что создание безбарьерной среды невозможно без адаптации ЭБС к задачам ОВЗ ибо без доступа к книге к учебнику к электронной библиотечной системе невозможен процесс полноценного обучения получения образования ну и в цифрах это выражается ну довольно серьезными цифрами три миллиона людей это люди с нарушениями зрения в России с огромный мегаполис сорок миллионов это количество незрячих людей в мире это уже огромная страна и что что то же самое по отношению слуха тринадцать миллионов людей страдают проблемами со слухом в России вот а триста тысяч это носители жестового языка то есть это те которые вот абсолютно не могут общаться иначе ну и пусть небольшая но очень серьезные цифры двенадцать тысяч обучающихся в России высшее образование это тоже крупнейший вуз если собрать их всех вместе вот их число к сожалению постоянно возрастает даже при современном уровне медицины но и наши возможности здесь тоже возрастают и это должно не только быть галочкой в отчетах но и действительно полноценной работой которой мы обязаны тем что мы просто носим название людей вот собственно преамбула как всегда длинные информационные философские для того чтобы тоже как всегда достаточно кратенько обозначить уже инструменты которые мы создали в свете этих проблем это довольно серьезное начинание центра инклюзивного образования глаголица ресурсный центр для работы с лицами специальными потребностями это работа не одного дня проблема с инклюзивным образованием перед ЭБС стоит уже много лет это основоположение которое введены законом об образовании всей тоже деятельностью системы высшего образования и довольно много всяких шагов экспериментов предпринятые в нашей отрасли в частности вот особенно для слепых существ разработаны различные приложения мы до сих пор так больше смотрели на решение наших коллег набирали считали их недостатки и разрабатывали свой подход вот в принципе мы уже не раз высказывались о специфике нашего подхода но вот еще раз уже как бы в готовом виде их изложу когда речь идет не просто об отдельных каких-то инструментах а целом комплексе этот комплекс сформировался в ресурсный центр для инклюзивного образования который предназначен и для высшего и для среднего и для школьного образования то есть объемлет все наши платформы по всей вертикали образовательной и задача этого ресурсного центра полноценное информационное обеспечение учебного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья первое а второе для преподавателей их обслуживающих и по сути дела для преподавателей мы предлагаем очень много потому что это вот инфраструктура все всего инклюзивного образования по сути дела вся деятельность нашей компании это включается в этот процесс обеспечение этого комплекса поэтому и начнем мы с преподавателей с повышение квалификации странно на сегодня это самый востребованный сегмент нашей работы это прежде всего вебинары и онлайн курсы происходящие в директ академии они собирают немало людей люди там получают сертификаты повышение квалификации здесь вы найдете широкий спектр тематик специалистов самого высокого уровня и опять-таки проблематику всех ступеней образователей от дошкольного до высшего и это бесплатно в общем здесь на нашей странице ресурсного центра глаголица вы сможете найти эти вебинары во всей своей совокупности анонсы мероприятиях в общем я надеюсь что это будет очень удобно для использования для получения оперативной информации и поиска в этих ресурсах и тоже обращаю внимание что здесь присутствует здесь работа по всем направлениям специальной педагогики не только вот отдельные аспекты но по всем направлениям коррекционной педагогики лакопии логопедии дефектологии тифлопедагогики и всем другим многообразным ответвлением инклюзии ну еще раз подчеркиваю специалисты которых мы представляем Ольга Магонова Юлия Федорова Ольга Кондратьева покойная в общем это ключевые специалисты по пользующейся очень высоким авторитетом мы проводим вебинары анонсы вы видели это я просто знакомлю как это все выглядит на наших страничках второй сегмент связан со специальной литературой которые мы собрали обобщили в специальном профильном блоке книжные издания по проблемам инклюзивного образования вот это тоже на этой же страничке можно видеть новинки которые здесь появляются и переходить в профильный блок который собрал более 300 специализированных изданий по инклюзиву одна из крупнейших коллекций разных издательств которые мы собирали все эти годы ну наши партнеры это прежде всего специализированные издательства такие как ладос кару гпу имени герцена издательства московского педагогического государственного университета в общем все у которых собрана достаточно представительная и авторитетная коллекция такой литературы ну а также наши партнеры те где мы проверяем где мы работаем непосредственно с лицами с ограниченными возможностями да ну например школы интернат для слепых номер один в Москве санкт-петербургская библиотека для слепых томский государственный университет томский педагогический университет в общем везде где тестировались наши системы где мы общаемся с нашими коллегами ну и одно из наиболее проработанных интересных основных направлений это прежде всего работа с незрячими здесь мы можем вам предложить приложение луврейн который представляет собой эбс для незрячих это не не наш эбс который тоже имеет свое контрастное представление для слабовидящих в которой в котором принципе слабовидящие незрячие тоже могут работать как с любым интернет сайт но луврейн это специальная разработка в виде так называемого толстого клиента то есть приложение которое можно сказать скачать и пользоваться уже независимо от сайта эбс ну а второй блок сервис этого приложения это заказ аудио книг аудио версии электронных изданий по требованию ну обо всем по порядку несколько слов хочу сказать о наших партнерах платформе луврейн и ее разработчиков михаил пожидаев доцент томского государственного университета и создатель разработчик системы луврейн это очень хочу представить талантливый товарищ и он слепой он все это разработал абсолютно не имея не видя как оно все выглядит причем он и программист это то сколько сделано сервисов и возможностей и это именно то что нужно слепым это просто не неописуемо и в тот сервис который мы создали вместе с использованием нашей эбс это сервис аудио озвучки книг и текстов которые выходят за границы только лишь потребности слепых это для всех соответственно лингвистическая обработка текста для чтения это вообще инструментарий искусственного интеллекта который он разработал и формирование аудио коллекции нон-фикшен что такое приложение луврейн это именно приложение как вы видите черным адаптированием под незрячих интерфейсов где абсолютно нет ничего визуального а все акустическое то есть человек без всякой мыши без всех этих атрибутов двигаясь только с помощью стрелочек и клавиатуры и специальных знаков способен получить любую информацию но соответственно принципы главный принцип работы это отсутствие графического интерфейса и озвучивание каждое действие пользователя встроенным речевым синтезатором с главное достоинство кросс-платформенности то есть для любых базовых платформ windows линтукс линукс легкость при установке поводу не стрящего многофункциональность мультимедийность и проиллюстрировать вот ценность этого подхода может легко вот это сравнение все обычные сайты то что требуется от них это контрастное отображение при том что структура этого сайта все равно сохраняется то же что и для зрячего и по сути дела незрячий редко способен сориентироваться вот в этом хаосе многую информацию он просто не видит много очень долго ему добираться и конечно эти сервисы если они так создаются это все-таки для зрячих для тех кто поможет может помочь нам и рассказать и показать незрячему как и где читать от сих до сих наше приложение позволяет без всякой помощи зрячего слепому загрузить и дальше уже работать в темноте как говорится ну и что мы предоставляем в рамках нашей без доступ полным текстом и bs графический интерфейс для слабовидующих каталог и bs поиск по этому каталогу полнотекстовый поиск по ключевым словам поиск википедии это уже помимо то есть справочники справочная работа со справочником потоковое чтение текстовой книги выбор и сохранение цвета для работы текстовый редактор для работы над цитатами и своими текстами поддержка аудио формата mp3 поддержка формата дэйзи специального для слепых заказ книг на озвучку как вы видите вот все самое необходимое при этом обращу внимание что наше приложение создано слепым человеком поэтому отражает именно те аспекты работы которые нужны слепому и например ключевой здесь выбор поиск выбора сохранения цвета для работы потому что это и есть вот те метки которые там находят и сохраняет слепой для своей работой с текстами вот от этого насколько я могу судить в аналогичных приложений наших там конкурентов нету но это вот луврейн приложение для bs обращу внимание что что луврейн вообще это платформа и приложение с более широким спектром действий туда входит и работа с браузером инт электронная почта работа с телеграмом с тестами новостные клиенты переводчик медиаплеер радио и так далее это уже так сказать большой луврейн он может использоваться параллельно слепыми то есть это целая полноценная платформа для решения совершенно разных задач но мы пока наше приложение работа с bs дальше ограничение которые для основной наш все-таки продукт в рамках работы с bs это не просто озвучка вот синтезатором любого издания это подготовка издания в аудио формате то что может простой синтезатор просто прочитать текст как он есть как правило это очень неподготовленные тексты поэтому и приложение наших конкурентов они предлагают подготовленные учебные пособия то есть очищены от лишней информации в частности не только лишний информационный шум но и многие предметы недоступны для такого формата в частности тексты которые содержат формулы да это все никак не может быть прочитано соответственно направление в которых незрячий уверенно себя чувствует прежде всего гуманитарные предметы истории философия правоведение политология психология логика и вот эти учебные пособия мы прежде всего и подготовили в готовом виде это ведущее издательство unity данка дана дашков линта наше издательство вот вы можете представить то есть самые востребованные издания мы подготовили в готовом виде но помимо этого мы формируем не не только учебную библиотеку но и коллекцию изданий non-fiction и она не только для слепых но и для зрячих имеет большую ценность это серия послушайте мало тиражная литература non-fiction более 500 изданий нашего издательства директ медиа которую входят философская литература историческая литература ну короче все такой золотой фонд российской классики ну а вообще в нашу аудио коллекцию входит 5000 изданий других коллекций от одна из самых крупнейших коллекции аудио в нашей стране но разумеется для учебного процесса нужны свои книги и это собственно ключевой камень преломления для всех аналогичных попыток мы видим что вот то движение которое было с приложениями где-то 35 лет назад она остановилась примерно где где остановилась и вот коллеги перестали серьезно расширять спектр готовых изданий вот лани по моему например около тысячи книг подготовлены в этом режиме у других еще меньше но прежде всего потому что мы понимаем потому что это дорого раз во вторых востребованность не угадаешь не угадаешь какой учебник нужен в данном университете или в другом и решить это тем чтобы там все учебники адаптировать и перевести в звуковой формат нереально поэтому мы пошли по другому пути гораздо более реалистическим мы любое издание можем создать по заказу для этого достаточно сделать заявку на создание аудиокниги и она будет создана причем нашим подписчикам в количестве там около пяти изданий 10 это будет бесплатно но не подписчикам кто будет работать с нашим центром это будет за какую-то небольшую сумму вот но тем не менее можно сказать что все книги в нашей б.с. сегодня доступны в этом формате аудио формате это собственно и есть вот та революция которая так нужно не незрячим то есть любой текст становится доступным причем это дешево это не перевод в брайль и в целом особенно особенности нашего луврейн это сделать возможной работу слепого без всякой до дополнительной помощи почему это удобно простота установки и запуска он сам это может сделать запустить не требует помощи зрячего помощника скорости достигаемый результат то есть он работает также как и зрячий ничуть не уступает доступность луврейн полностью бесплатные приложения подписка требуется только к самой и б.с. ну и безопасности анонимности а теперь по пару слов чтобы понимать что происходит с книгой это не просто озвучка синтезаторов как многие могут подумать по готовому тексту конечно создавая аудиокнигу нужно ее лингвистически обработать чтобы не было этого информационного шума вещи которые не должны звучать чтобы но типа форму чтобы здесь и не выходили различные там сноски научные чтобы не затуманивали слух ну и все вы знакомы с ошибками которые синтезатор при чтении цифр при расстановке падежей ударений использование правил русского языка сокращение тогда это огромное количество и такая не адаптированное чтение просто вянет слух но не незрячие они более-менее адаптирован к этому они ловко работают но мы готовим эти книги не только для незрячих а и зрячий мы готовим полноценную аудиокнигу которую приятно слушать без всяких ошибок речи без всякого этого звукового информационного шума поэтому наша аудиоколлекция она имеет универсальное значение для всех но второй аспект который очень важный это уже теперь сугубо для слепых подготовка книги в формате дейзи потому что прослушать это одно но попробуйте там не знаю прослушайте аудиокнигу по английскому языку там или по логике да вам и в обучении это обязательно обязательно надо возвращаться еще раз переслушивать запоминать двигаться по тексту зря чему это очень удобно по бумажному тексту а вот по mp3 ты особо не погуляешь международный формат дейзи он позволяет как раз это делать и запоминать фрагменты и возвращаться назад в общем использовать все возможности текстового формата в особом плеере лурейн вот то что я хотел сказать о нашем основном ноу-хау то есть приложение для работы с незрячим а теперь немножко еще больше ноу-хау об онлайн курсы для глухих к сожалению глухих игнорируют для них практически ничего не делают но считается что они там по губам все все изучит это очень несправедливо на у нас эта платформа называется в тишине это тоже наши партнеры разработчики которые и методически сопровождают и создают это язык вот это не только сугубо учебные онлайн курсы это и такие практически значимые курсы как например фитнес для подросткового периода до занятия по фитнес или занятия для подготовки к беременности для глухих с помощью жестового языка концептуально разъясняется то что нужно знать ну и предметы это школьные пока на сегодня предметы и не таких много алгебры геометрии русский язык информатика но все же подчеркну что это вот те вещи которые спасение из повседневности не извлечешь им нужно обучать ну а разработчики это команда образовательная онлайн платформа в тишине тоже волонтеры очень мотивированные ребята они-то как раз и видят и слышат ну вот создают такие продукты нужные для инклюзива ну и собственно мы стараемся их в этом поддержать вот так выглядят образовательные курсы которые я назвал ну а то чего здесь нет можно сделать под заказ ну и еще раз хочу вот эти обратить внимание на особенности сложности для работы глухонем их то то что их проблема овладения профессиональным языком и практически никаких средств обучения вот на этом их жестовом языке для профессиональных более глубоких знаний на сегодня нет вот собственно весь этот арсенал визуальных курсов которые должны быть подготовлены специалистами в этой области эта задача которая еще только предстоит решить вот поэтому но создание таких курсов весьма дорогостоящий процесс тут не автоматизируешь как вот с синтезатором речи и здесь нужно заказывать такие предметы мы надеемся что такие заказы есть общем предложение команда которая способна создавать такие курсы есть но она живет на гранты поэтому мы были бы очень рады если такой запрос со стороны вузов такие заказы появились ну вот собственно подхожу к концу так тому что я хотел рассказать о том что вы найдете в нашем центре инклюзивного образования но а в заключении вот просто два слова почему собственно глаголица знали ли мы мы все там знаем что такое кириллица на ней мы пишем и она носит имя кирилла святого кирилла и мефодий но знаете ли вы что кирилла мефодий не создавал кириллицу он создал глаголицу первый именно действительно первый славянский алфавит восемьсот шестьдесят третьем году а кириллица это уже переработка последователями но в каждой стране немножко там своя вот а глаголица так и осталось неким пара параллельным за так сказать забытой не сохранившейся системы записи которая такое влачила несколько некоторое такое аристократическое изысканное аристократическое существование у некоторых восточнославянских народов вот но интересно что именно глаголица пробила вот этот путь к иероглифическому письму где букву приобретали качество новоучительного слова азбука стала прочитываться как моральный кодекс здесь есть такие слова как добро дело и так далее но усваивая эту азбуку человек не только запоминал буквы но и размышлял на смысле заложено в названии поэтому такой вещи как глаголица не хотелось бы забывать это тоже тот другой язык которым мы не владеем но который за собой имеет целый особый мир такой же как имеет наши наши люди которые живут бок о бок общаясь совсем другими языками чем те языки которым общаемся мы ну что ж дорогие друзья вот я наконец подошел к концу наш проект он как вы понимаете не несет себе в первую очередь бизнес задачи задачи здесь такие волонтерские помощи тому о ком кому это нужно и основа этого проекта три основных ценности любовь книга и знаний вот собственно мы надеемся что это наша работа будет нести тем людям которые нуждаются в этом любви книги познания благодарю вас всех за внимание надеюсь это было тоже достаточно познавательно с точки зрения и подхода и использование нашего ресурса ну и прошу вас рассказать об этом тому кому это нужно и вообще посетить пользоваться этот проект тоже в разработке пока все это так сказать в развитии но на этом прощаюсь желаю вам хорошего дня так надеюсь тут не было вопросов но тут есть комментарии презентация да ну это вопросы по том что можно делать презентации какую литературу можете посоветовать на это тема ну тут нужно со специалистами по инклюзиву но надеюсь что как раз на нашем ресурсе вы кое-чего на каждый для себя найдет кто кому интересна эта тема всего доброго дорогие коллеги хорошего во мне а